Всем привет! Сегодня будем рисовать вот такого Санту. Эскиз, если вы хотите повторить, вы можете скачать по ссылке в описании. А я как писала в нашей группе ВКонтакте, кстати говоря, если вы еще не вступили, то пожалуйста вступайте. Здесь у нас различные обсуждения. На этом не буду долго останавливаться. Что хочу на этом уроке? Протестировать новый формат, а именно. Сейчас в начале видео я прокомментирую, как я буду рисовать. Рисовать на самом деле его не сложно. И потом поставлю на быстрое воспроизведение. Итак, я не раз говорила, что сложные формы рисуются из простых. Поэтому если мы посмотрим на изображение, то видим, что, допустим, в основе одежки это у нас трапеция. Здесь тоже трапеция слитая, отзеркаленная. А вот это простые формы, прямоугольники со скругленными углами, слиты, вединое целое. И также в этом уроке будем активно использовать инструменты рисования. А именно, свободная форма и инструмент перо. Этими инструментами будем рисовать в основном усы, бороду, елочку и вот тут вот опушку. Остальное все, как вы видите, это все простое. И много простых форм. Звезда, кружочки, эллипс, частичка, эллипс, дуга, да? Тоже кружочек. Поэтому, конечно, можно сказать, что урок для продвинутых. Но ссылки на подробные уроки о инструментах я оставлю в описании. Ну и, конечно же, уроков о Короле подробных уже достаточно много. Поэтому я надеюсь, что среди зрителей уже такие подкованные пользователи программы Корол. Конечно, если будут у вас вопросы возникать, вы обязательно пишите об этом в комментариях. И также мне хотелось бы получить от вас обратную связь по поводу такого формата видео. Поэтому все свои недовольства, замечания тоже оставляйте в комментариях. И обязательно посмотрите урок до конца, потому что в конце я расскажу фишку о цвете. То есть, как находить цветовые гармонии для любой иллюстрации. И также в начале урока хотела бы напомнить вам о том, что я с удовольствием разработаю для вас персональный курс обучения. Это очень удобно. Во-первых, мы занимаемся в удобное для вас время. Например, по скайп. Во-вторых, курс я разрабатываю специально под ваши требования и в зависимости от ваших начальных знаний. Потому что кому-то нужно готовить макеты преимущественно для лазерной резки, кому-то для полиграфии или наружной рекламы. И в-третьих, вы будете получать домашнее задание, которое я буду проверять. И всегда буду на связи, если будут возникать вопросы. Поэтому, если у вас есть потребность такая, пишите мне ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. А мы начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДimaTorzok 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 То есть обращаем внимание на пересечение то, что остается из нижней детали. Следующее мы возьмем инструмент интеллектуальная заливка. Ссылка будет в подсказках на подробный урок. И щелкаем вот по этому пространству. Видите, у нас образуется элемент, но нам нужно сразу, давайте поступим таким образом, что вот выберем интеллектуальную заливку, параметры абриса, у нас его абриса не будет, а цвет заливки будем делать такой же, как наш коричневый цвет обводки. Его я предварительно записала. И здесь вот я задам в дополнительных параметрах в системе RGB мой цвет обводки 75, 31, 28. Ок. И сейчас, когда мы будем следующие элементы делать, вот я сейчас хочу сместить сюда. И вот здесь на пересечении у меня должно появиться объект, который как раз у нас получился заданных размеров. Этот мы, правка, копировать свойства отсюда. И таким образом, но потом мы еще придадим им прозрачность. Давайте сразу это сделаем, чтобы я воспроизвела все сразу быстро. Шифтом выбрала эти два объекта, идем прозрачность, сделаем однородную, ну вот порядка 50, вполне хватит, можно сделать, чтобы она была более прозрачной, 70, например. Запомните это число. И таким же образом сделать везде тени. Спасибо. 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 Друзья мои, на этом мы урок заканчиваем. На мой взгляд, получился Санта достаточно забавный. Из него можно использовать и в поздравительной открытке, из него можно сделать значок под лазерную резкую гравировку. Ваши варианты я с удовольствием посмотрю в группе ВКонтакте. Ссылка будет в описании. Еще раз напомню, пожалуйста, вступайте. Также хотела бы услышать, как вам такой формат уроков. Если нравится, то просто поставьте лайк, если что-то не нравится, пишите об этом в комментариях. Кто не успел подписаться на канал, пожалуйста, подписывайтесь. А с вами была Наталья из Школы графического дизайна. Всем пока-пока!